Город, аналогов которому в мире не было и нет по сей день. Это город всесоюзного значения. Это город, который был с нуля построен, и за пять лет здесь было налажено производство. То есть, не как во многих местах на Кавказе, где добывали различную руду, рядом какие-то аулы, и возникало производство, людей привлекали к этой работе и так далее. Возникали рабочие поселки небольшие. Здесь совсем другие масштабы были. Здесь за пять лет была запущена добыча. А что же добывали? Добывали в Альфаме Малибден. Это стратегически важное сырье. В Альфаме Малибден используется в военной промышленности. Ни одна военная техника, оружие, боеприпасы не производятся без участия в Альфаме Малибдена. Да даже лампочка без Альфамовой речи не светила бы в наших квартирах и домах. Их много где. Медицинские даже промышленности, в обогащении металлов и так далее. Вот поэтому это имело стратегическое значение. Поэтому городу было уделено огромное внимание, средства и силы. Поэтому за пять лет уже шахты заработали. И каждый год набирая обороты, в годы Великой Отечественной войны это был уже очень крупный город. Естественно, немцы, направляясь в Баксанское ущелье, преследовали цели захвата этих залежей в Альфаме и Малибдена. Но как раз те самые сражения за высоту 910, которая контролировала проход Баксанское ущелье, помните, я рассказывал, что целью было удержать хотя бы на неделю, ой, на сутки, и удержали на целую неделю, для того, чтобы эвакуировать жителей города Тернауза. И это прекрасно удалось. За неделю эвакуировали не только людей, даже скот перегнали через перевал и потом отправляли к блокадному Ленинграду. Вот. Когда немцы сюда пришли, это был опустошенный город. Абсолютно все взорвали, все, что как-то могло помочь.